МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас в нашей студии на Гайдаровском форуме. И сегодняшняя секция у нас называется «Устойчивость систем здравоохранения в условиях внешних вызовов». Коллеги, сегодня очень интересное мероприятие. Как обычно, оно очень насыщенное, как и все гайдаровские форумы до этого. Но сегодня он проходит в необычном формате. И в студии нас сегодня двое. Я уверена, что по ту сторону экрана нас смотрят очень много зрителей, которые не смогли сегодня присутствовать очно в рамках гайдаровского форума. Я начну нашу секцию с того, чтобы представиться и представить свою коллегу. Сегодня буду модерировать секцию я, Ксенова Елена, директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента. И моя коллега сегодня, один из основных спикеров, это Панарина Ирина, генеральный директор Астрозеноки России и Евразии. Также у нас сегодня будет еще два наших спикера из Англии и Франции. Они к нам подключились, насколько я вижу, сейчас на экране, и будут работать сегодня с нами дистанционно. Дорогие коллеги, сегодня мы будем говорить про систему здравоохранения. Все мы знаем, что 2020 год дался нам всем очень нелегко. Было много уроков, которые мы вынесли из пандемии, новой коронавирусной инфекции. И сегодня точно можно сказать, что система здравоохранения, не только в России, но и во всем мире, значительно изменилась. Были переформатированы и медицинские организации, и значительно изменены схемы маршрутизации пациентов, лечения пациентов, подготовки медицинских кадров. И все это, конечно, мы точно знаем, что сейчас сказывается на устойчивости и работоспособности систем здравоохранения. Мы понимаем, что система здравоохранения 2021 года уже значительно отличается от системы здравоохранения 2019 года. И мы уже никогда не вернемся в ту предыдущую действительность. И сейчас, имея такой колоссальный опыт по оперативному изменению систем здравоохранения, мы точно знаем, куда нам двигаться. И сегодня мы поговорим о тех критериях, так скажем, КПА, которые могут нам помочь оценивать эффективную систему здравоохранения 2021 года. Коллеги, я хотела бы немного остановиться на том исследовании, которое мы проводили совместно с нашими международными экспертами. Часть команды представлена с нами сегодня в очном формате, часть дистанционно. Буквально пару слов про само исследование. Оно было инициировано Лондонской экономической школой в середине 2020 года и касалось вопросов сопротивляемости кризисов и устойчивости систем здравоохранения. Один из инициаторов этого проекта будет сегодня представлять основной доклад мероприятия. Но в самом нашем исследовании принимали участие 7 стран. И одна из них, конечно, была Россия. Поэтому в рамках нашей секции мы хотели бы сегодня обсудить вопросы. Такие как, что может стать системой координат для оценки систем здравоохранения настоящего времени и будущего. Что мы понимаем под устойчивой системой здравоохранения. Нам обязательно нужно прийти к единому понятийному аппарату, для того, чтобы мы могли точно оценивать систему здравоохранения в будущем и понимать, какой вклад она вносит в здоровье каждого жителя нашей, и не только страны, но и мира. И какие основные характеристики устойчивой национальной системы здравоохранения мы могли бы назвать и уже, конечно, активно по ним работать. Я хотела бы передать слово нашему основному докладчику, Алистеру МакГрайеру. Он представляет Лондонскую экономическую школу. И в рамках своего доклада он сможет представить понятие устойчивости, которое у нас было сформировано в рамках нашего исследования. Но это не вся команда. Конечно же, Лондонская экономическая школа инициировала это исследование. Всемирный экономический банк поддержал. А компания AstraZeneca, уважаемая, с своим глобальным опытом по управлению большими проектами во всем мире, они также выступили, насколько я понимаю, и профинансировали этот проект. И, конечно, содержательно тоже включились в разработку новой системы координат по оценке устойчивости систем здравоохранения. Итак, я передаю слово Алистеру. Алистер, вы на связи? Я надеюсь, что Алистер меня слышал и готов сейчас представить основные результаты международного исследования, которое мы провели, рассказать о том, как мы будем использовать эти результаты в последующем. Ну и, конечно, я задам основные вопросы, которые, я думаю, будут интересны нашим слушателям. Отличается ли понятие устойчивости систем здравоохранения в различных странах мира? Алистер может сейчас точно ответить на этот вопрос, имея информацию по нашим семи странам. И можем ли мы создать общую систему координат для измерения глобальной устойчивости систем здравоохранения? Пожалуйста, Алистер, я передаю вам слово. Спасибо большое. Спасибо Кайдаровскому форуму за приглашение сегодня рассказать о нашем партнерстве. И большое вам спасибо за модерацию этой сессии. Елена, я немножко поговорю о партнерстве, о котором уже упоминалось. Это партнерство, которое было инициировано Всемирным экономическим форумом и Астрозенекой, и Лондонской экономической школой. Но мы думаем, что партнерство это будет расти по мере продвижения вперед. И партнерство это изначально стало прямым результатом вот этой пандемии COVID-19. И сейчас мы говорим о пандемии как о катализаторе, и теперь можем посмотреть более широко на системы здравоохранения в целом, благодаря этой ситуации, и посмотреть на то, как системы могут меняться и менять глобально свои политики для того, чтобы становиться более устойчивыми, более сильными системами, когда мы предоставляем необходимую помощь населению. И прежде всего, если обратиться к вашему первому вопросу, что касается различия между разными странами и их системами здравоохранения, конечно, ответ – да, конечно, эти системы в разных странах различаются. Но мы видим также и общие проблемы среди них. И мы видим, что во многих странах идет старение населения, и есть большое число людей с хроническими заболеваниями, коморбидность наблюдается, и также некоторые другие проблемы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения всех стран, и сложности с финансированием зачастую, и также введение в строй новых технологий. И это тоже иногда вызов для разных систем здравоохранения. Но, опять же, как показала пандемия ковида, системы, системы здравоохранения могут учиться друг у друга. И как раз что произошло в эту пандемию, наверное, это лучший такой позитивный момент, основной, состоит в том, что системы здравоохранения начали между собой очень широко сотрудничать для того, чтобы решать специфические проблемы пандемии. И мы говорим об этом сотрудничестве, и будем надеяться и думаем о том, что оно продолжится, продолжится и уже за пределами этой пандемии, вне ее. Поэтому проблемы, конечно, есть общие решения. Возможно, какие-то специфические вещи у конкретных стран, и что-то не может быть переведено из одной страны в другую, но, тем не менее, решения, которые мы стараемся находить для того, чтобы системы оставались устойчивыми, они зачастую похожи и показывают, что мы можем идти вместе в одном направлении. Поэтому устойчивость, да, она может означать разное для разных континентов и стран. Если мы строим на тех данных, которые мы собираем на уровне систем, мы можем улучшить эти системы, и мы можем давать более качественное здравоохранение для населения. И, конечно же, это и есть цель партнерства. Партнерство самого по себе и с партнерства, это, как я уже сказал, началось и было инициировано Всемирным экономическим форумом Астрозенека и Лондонской экономической школы в сентябре 2020 года. Эта работа началась в прошлом году, и идея была в том, чтобы посмотреть на то, как идентифицировать то, что система устойчива, система здравоохранения, и также посмотреть, какие меры могут быть введены, и какие данные имеются, какие меры могут нам помочь для того, чтобы сделать системы более устойчивыми. И один из первых результатов, к которым мы пришли, и даже вот определение вообще концепции устойчивости системы здравоохранения, здесь может быть много интерпретаций, конечно же, и по-разному в разной среде это все можно воспринимать. И поэтому мы, как часть нашей работы, мы создали такие рамки для того, что такое определение устойчивой системы. Это система, которая нацелена на долгосрочные цели, и при этом в краткосрочной перспективе может действительно работать эффективно и использовать те данные, те знания, которые есть, и использовать те наработки и исследования, которые имеются, для того, чтобы изменять или иные политики в тех или иных странах, которые касаются здравоохранения, для того, чтобы ответить на существующие вызовы и сохранить систему устойчивой. И это именно та идея, которая стоит за этим партнерством. Здесь важна помощь в том, чтобы поддерживать систему в устойчивом состоянии, и при этом нужно думать о том, как все эти шаги могут потом реализоваться в соответствующей политике. И, да, важно учиться друг у друга, и важно идти вперед вместе для того, чтобы создавать устойчивые системы, устойчивые и сильные системы здравоохранения. И, конечно, партнерство – это не единственное, что происходит. Сейчас, мне кажется, такие партнерства есть и в рамках ООН по целям устойчивого развития, есть фондирование, финансирование для систем здравоохранения на глобальном уровне. Поэтому, да, среда сейчас располагает ко всем этим шагам, и действительно есть различные партнерства, есть различные подходы и вопросы, которые решаются сообща. Поэтому, мне кажется, время сейчас для этого идеальное, и мне кажется, что партнерство – это пришло очень вовремя. Таким образом, на пилотной фазе, а это действительно пилотная фаза для партнерства, которая началась в сентябре 2020 года, мы надеемся, что еще дополнительные результаты придут и в первом квартале 2021 года. И так как это только начало, это пилотный процесс, мы выбрали 8 стран, в которых мы рассматриваем вопросы, связанные с устойчивостью на уровне систем здравоохранения. Это Великобритания, Франция, Германия, Польша, Россия, Вьетнам. И мы используем все это как кейс-стадия для того, чтобы разработать и определение устойчивой системы, и сильной системы, но также и внутри этих определений необходимо будет создавать различные такие домены, различные области устойчивости. И вот как раз здесь, на этом слайде, мы смотрим. Вот пилотный первый этап, здесь у нас кейс-стадия, и пять соответствующих пилотных тем, которые мы здесь видим. И далее, продвигаясь вперед, мы планируем, что будем развивать эти темы и дальше двигаться в этом направлении. Мы будем развивать партнерство, и в дальнейшем, в течение ближайшего года, планируем собирать больше данных для того, чтобы продолжить это исследование. В рамках пилотного этапа мы фокусировались на управлении. Кроме того, мы обнаружили, что мы не сильно фокусировались на эффективности, к сожалению. И до настоящего момента мы говорили только об экономии, но сейчас хотели бы, чтобы эффективность понималась как конкретные результаты. То есть эффективность – это не просто сокращение расходов. Мы хотим получать конкретные результаты в тех сферах, на которых мы фокусируемся. Да, финансирование тоже будет проблемой, потому что после окончания пандемии однозначно финансирования будет не хватать. У нас будет огромный государственный долг, и это будет одна из ключевых проблем в здравоохранении. Но мы надеемся, что в итоге финансирование станет той сферой, в которой мы будем планировать более долгосрочно для того, чтобы обеспечить стабильность для граждан в разных странах. Кроме того, мы считаем, что мы должны больше фокусироваться на интеграции различных этапов здравоохранения, первичной медицинской помощи на территории больниц и так далее. Мы хотим увидеть больше координации здесь. Без координации мы не можем улучшить систему, иначе будут определенные барьеры. То есть, когда человек идет по различным этапам, необходимо, чтобы этот процесс был координирован. То есть, нужно, чтобы этот процесс, переход от одного на другой этап был гладким. Еще одна проблема – проблема персонала. У нас сейчас, мы знаем, что нужно понимать, какое конкретно количество персонала разного уровня у нас должно быть, что будет максимально эффективно в каждом конкретном случае. То есть, из кого должно состоять персонал той или иной больницы, благодаря чему, чтобы люди получали максимально качественное медицинское обслуживание. Мы хотим делать более систематическую оценку новых технологий, потому что новые технологии появляются постоянно. От 10 до 30 процентов расходов – это должны быть общих расходов дополнительных, это должны быть деньги, которые идут на новые технологии. И мы должны систематически оценивать эти расходы в контексте замены более старых технологий новыми. Нам нужны бенчмарки, нам нужны стандартные данные для того, чтобы понимать, какие новые технологии стоит внедрять. И, конечно же, вопрос предоставления услуг – очень важный вопрос. И в рамках пилотного проекта, как я показывал на слайде, нам нужно улучшать качество услуг путем инвестирования в техники диагностирования. Есть, конечно же, проблемы именно в этой сфере. Инвестиции должны наращиваться. И это будет еще более важно, когда мы переходим к услугам, которые основаны на генетических исследованиях. И здесь необходима лучшая диагностика для того, чтобы понимать, как, какими методами конкретно лечить того или иного пациента. В результате кейса стадии будет подготовлен отчет по всем странам, в которых проводился тест. И в ближайший год это будет сделано. Мы хотим также в ближайший год вовлекать новые страны и хотим, чтобы больше участников было в этом проекте. На следующем слайде я показываю, где мы находимся. Сейчас в рамках этого пилотного проекта справа вы видите те сферы, к которым мы будем переходить на втором этапе проекта. Здесь вы видите график различных этапов пилотного проекта. Вы видите здесь, что результаты будут получены в первом квартале 2021 года. И также мы хотели бы, чтобы в какой-то форме результаты уже были представлены в Давосе, в давосских диалогах в конце января. И мой коллега Бернард об этом чуть подробнее поговорит сегодня, позднее. Итак, мы начали партнерство. Сейчас идем в рамках запланированных дат. Мы показали уже, что мы можем получать хорошие практические результаты и будем продолжать с этим проектом. И мы хотим привлекать как можно больше людей, рассказывать об этом проекте. Хотим иметь больше партнеров. Хотим больше инклюзивности увидеть здесь. Хотим покрывать большее количество тем и областей. Да, вы уже говорили о том, можно ли измерять как-то устойчивость. Мы считаем, что можно. Если мы используем качественный количественный подход, то да, это возможно. И в результате мы получим возможность делать сравнения по странам и получать конкретные данные по разным регионам мира. Мы считаем, что это амбициозный проект, и он начат в правильное время. И мы хотим увидеть больше инклюзивности, чтобы больше участников этого проекта мы увидели в будущем. Поэтому, если у вас есть любые вопросы, вы можете обращаться ко мне. Мы хотели бы, чтобы было больше финансирования, больше ученых присоединялись к нам для того, чтобы наше партнерство становилось само по себе более устойчивым, более живучим. Большое спасибо. Спасибо, Алистер, за очень подробный и интересный доклад. Действительно, сейчас Алистер подтвердил мои слова, что основная тема – это партнерство. Партнерство на всех уровнях взаимодействия исследователей и клинических специалистов. И население в рамках борьбы с пандемией. Самое важное сейчас – объединить усилия и не выстраивать дополнительные границы для того, чтобы бороться с пандемией в одиночку. И спасибо, Алистер, еще раз. Коллеги, те, кто присутствует в нашей цифровой студии, я вас хотела бы проинформировать о том, что у вас есть возможность действительно задать вопрос спикерам через чат цифровой студии. И эти вопросы я транслирую нашим спикерам, которые находятся в студии и дистанционно подключаются к нашему диалогу. Алистер несколько рассказал о том, как построено это было международное исследование на таком глобальном уровне. на первом этапе. Я хотела бы обратить внимание на то, как мы организовывали исследования на территории Российской Федерации. Внутри России это исследование осуществлялось в основном на базе нашего института, но к нему были подключены и академические институты Российской Академии Наук, институты Министерства здравоохранения Российской Федерации, бизнес и внешние эксперты медицинского бизнеса, фармацевтических компаний, страхового бизнеса для того, чтобы тому широкому спектру, который задал нам Алистер, могли провести исследование и получить наиболее ценную для нас с точки зрения аналитики информацию. Действительно, по пяти направлениям мы собирали данные, анализировали их, делали оценку вклада по каждому показателю и получили в результате некие рекомендации, которые позволили нам определить, как стоит влиять на эффективность системы здравоохранения, на ее устойчивость и на сопротивляемость к кризисам. После того, как были подготовлены эти рекомендации, мы отобрали внутренние страновые кейсы, которые подтвердили эти рекомендации или опровергли их, то есть поработали с гипотезой. Далее мы отправили те кейсы, которые у нас получились в рамках нашего исследования в международную команду, и после аналитической работы с ними, уже на уровне Лондонской экономической школы, нам удалось сформировать некий пул экспертных позиций, позволяющих оценить устойчивость системы здравоохранения, сопротивляемость к кризисам и понять, как можно оценить эти показатели. Ну, конечно, дальше на территории России мы также планируем продолжать исследование и совместно, и несколько сейчас уже для себя определили горизонт исследования на территории России и Москвы, который заключается в очень схожих вопросах, связанных с оценкой эффективности. Если раньше мы говорили, что система эффективна, если она общедоступна, если организован охват системы здравоохранения и оказывается качественная медицинская помощь. Сейчас мы видим, что эти показатели, конечно, остаются, но расширяется пул нашей экспертной работы. И в этом направлении мы также будем продолжать нашу работу. Но что важно, когда мы говорим про устойчивость системы здравоохранения, помимо партнерства возникает еще необходимость интеграции между уровнями исследования. Мы должны четко понимать, что у нас есть беспрепятственный, безбарьерный переход между стадиями исследования с уровня фундаментальных исследований к уровню клинических исследований и внедрение уже в клиническую практику тех медицинских технологий, которые мы приобретаем в рамках исследований. И здесь критично важно, чтобы именно бизнес и эксперты со стороны медицинского бизнеса, и фармацевтического бизнеса, они заняли достаточно грамотную, взрослую позицию с точки зрения поддержки исследований на ранних стадиях и коллабораций в процессе проведения клинической апробации. И здесь, конечно, я хотела бы обратиться к Ирине, потому что AstraZeneca, с моей точки зрения, впервые в мире, впервые в России, несмотря на то, что фармацевтические компании международные находятся все время в стадии конкуренции, смогли этот барьер преодолеть, оперативно преодолеть. И на уровне, насколько я знаю, в конце декабря уже на уровне администрации президента Российской Федерации было подписано соглашение между AstraZeneca и Оксфордским университетом, я так понимаю, что вы совместно делали вакцину, и нашим институтом Гамалеи, который делал вакцину «Спутник Ви» о таком перекрестном проведении клинических исследований. И я здесь хотела бы передать слово Ирине, чтобы она подробнее рассказала о вот этом успешном мировом кейсе по коллаборации на уровне проведения клинических исследований. Пожалуйста, Ирина. Да, Елена, спасибо большое. Вы очень правильно отметили то, что, во-первых, на сегодняшний момент частью устойчивой системы здравоохранения является именно борьба с пандемией. Сегодня это борьба с пандемией, а завтра это просто поддержание устойчивой системы здравоохранения за счет, ну, скажем так, поддержания, например, коллективного иммунитета, поскольку коронавирус может быть с нами очень надолго, может быть, навсегда. Мы не знаем. Вы также, Елена, очень правильно отметили, что мы привыкли к тому, что фармкомпании друг с другом конкурируют. А вот во время этой пандемии мы поняли, что конкурировать мы должны не друг с другом. Конкурировать мы должны прежде всего с вирусом. Также ясно, что в центре внимания всегда стоит пациент. И это касается вакцинации. А вакцинация – это самая правильная, единственная сейчас стратегия выхода из сложившейся, очень сложной ситуации, в которой мы живем вот уже год. Вот. Кто как, ну, примерно так. Так вот, мы также понимаем, что не всегда на самом деле пациент стоит в центре. К сожалению, вот все, что связано с вакцинами, очень часто окружено различными, ну, политизировано окружено там различными интересами, которые не обязательно ставят в центр пациента. Поэтому здесь нам важно объединяться и работать вместе. Поскольку один прут, прутик, сломать легко. А вот пучок из прутиков сломать очень тяжело. И поэтому мы организовали такую программу клинических исследований совместно с научно-исследовательским институтом Гамалея, совместно с Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Эрфарм» для того, чтобы изучить иммуногенность и безопасность комбинаций вакцин «Астрозенека» и «Спутник Ви». За такими комбинациями большое будущее. Наша программа первая. Она формально уже началась, поскольку эта программа клинических исследований уже опубликована на том сайте, где публикуются все международные клинические исследования clinicaltrials.gov. Эта программа будет составлять несколько стран. Она поистине приобретает глобальный характер. Мы видим, что все больше стран хотят присоединиться к этой программе. Мы будем стараться ответить на вопрос, может ли комбинация этих вакцин привести к большей эффективности по части выработки нейтрализующих антител, то есть по части иммуногенности. Считаем, что эффект будет очень положительный. Но, конечно, необходимо провести исследование для того, чтобы на этот вопрос ответить. Это очень новая идея так называемого гетерогенного бустинга, когда сначала дается один компонент, у которого, например, один вектор, то есть способ доставки, а потом в качестве бустер-дозы дается другая вакцина с другим вектором или способом доставки. И вот если мы сможем, а мы уверены, что мы сможем, показать повышенную эффективность за счет этой комбинации, мы сейчас, в частности, говорим о комбинации вакцины спутник Ви и астрозеника, то тогда, во-первых, это повышенная эффективность, но это, несомненно, важнейшее влияние на систему здравоохранения, поскольку это повышает гибкость систем здравоохранения в рамках стратегии иммунизации населения. Ведь можно себе представить, что с самого начала пандемии, когда компании начали разрабатывать, многие компании разрабатывать вакцины, начали их производить, страны, и это понятно, в вагонии кинулись заключать контракты, чтобы купить хотя бы что-то. Поскольку даже если все существующие зарегистрированные вакцины будут производить на полной своей мощности, все равно вакцин будет недостаточно для достижения коллективного иммунитета в глобальном смысле. Так вот, мы можем себе представить, астрозеника и спутник являются в топ лидеров по количеству заключенных контрактов. Возьмем какую-либо страну, где есть и одна вакцина, и другая. И если мы не знаем, можно ли их комбинировать, то тогда становится очень сложным, потому что приходится врачам понимать, кому они дали какую вакцину в качестве первой дозы, и какую они должны дать как вторую. Ее может не оказаться на тот момент. А вот если мы покажем, что их можно комбинировать, и при этом такая комбинация еще и имеет повышенную эффективность, вот тогда мы действительно упростим задачу врачей, сделаем лучше для пациентов, поскольку они быстрее смогут пройти вот эту полную стадию вакцинации и достичь иммунитета. И в конечном счете, таким образом, мы сможем повысить эффективность и вакцинации, и ревакцинации по всему миру. И, конечно, программа, которую мы делаем сейчас, действительно уникальна. Пример международного сотрудничества по инициативе России, проводимой вместе между Россией и нашей компанией. Это первый шаг, поскольку это все-таки, и мы сейчас говорим об исследовании моногенности. А вот следующим шагом могут быть достаточно крупномасштабные. Масштабные, мне кажется, наблюдательные исследования по использованию таких комбинаций. Вот, в частности, мы сейчас говорим о наших двух вакцинах. И вот тогда мы сможем собирать еще больше данных. Но перед тем, как мы перейдем к таким крупномасштабным исследованиям, мы должны, конечно, ответить на основные вопросы эффективности и безопасности, чем мы сейчас и занимаемся, ускоряемся в стиле времени и надеемся начать уже в феврале. Спасибо. Действительно, то, что происходит сейчас, когда Астрозенека проводит совместное исследование с Гамалеей, это очень важно. И такие коллаборации, они влияют и на сопротивляемость кризиса, потому что, действительно, вы можете друг друга взаимозаменять в какой-то степени. Но и самое главное, это формирует устойчивость системы здравоохранения однозначно. Я буду внимательно отслеживать, как у вас происходит эта работа. Спасибо, Ирина. Коллеги, я немного начинаю торопиться, потому что у нас уже сессия подходит к завершению. У нас есть еще один очень интересный доклад. Это Арно Бернард, руководитель платформы «Формирование будущего здоровья и здравоохранения» Всемирного экономического форума. Это еще одна организация, крупный партнер нашего международного исследования, инициатор этого исследования. Как уже отметил наш руководитель международного исследования, что в рамках экономического форума 2021 года будет представлено результаты международного исследования. И, конечно, очень важно понять роль Всемирного экономического форума в развитии этого проекта, в популяризации результатов и в формировании комплекса универсальных мер, которые позволят влиять на устойчивость национальных систем здравоохранения. Арно, когда я готовилась к этой секции, я нашла очень интересную информацию о том, что Клаус Шваб вообще говорит очень внимательно, отслеживая, что происходит в системе здравоохранения, он говорит о том, что система здравоохранения 21 века, она критично отличается от того, что было до этого. И вот с вашей точки зрения, насколько смыслы изменились в организации системы здравоохранения действительно 21 века после, в постпандемический период, и как мы могли бы трансформировать глобальное здравоохранение, усилив его устойчивость, но при этом не потеряв наши контакты, которые были наработаны десятилетиями до этого. Арно, если вы меня слышите, я прошу вас представить ваш доклад. Большое спасибо. Я рад, что могу быть частью этой дискуссии. Спасибо Гайдерфоруму. И я очень рад, что могу здесь рассказать о нашей работе. Да, системы должны измениться. Всё, что мы узнали во время кризиса, это, конечно, очень тяжёлая ситуация в системе здравоохранения. Нужно много продолжить улучшать. Итак, начнём с глобального уровня. Было проведено много исследований, много анализов того, что нужно сделать, чтобы улучшить нашу систему здравоохранения. Мы проводили такой обзор в рамках семейно-экономического форума. Кроме того, была работа проведена до начала эпидемии, которая говорила о глобальной готовности к большим кризисам. Второй вопрос – это универсальный доступ к системам здравоохранения. Есть такая дилемма, которая касается доступа к системам, средствам индивидуальной защиты и к вакцинам. Это большая проблема. Мы должны иметь хороший результат, инструменты во время кризиса, которые решат эту проблему. И два института, которые были запущены форумом, как раз нацелены на это. И они помогут обеспечить универсальный глобальный доступ к вакцинам. И есть еще одна тема – задача и роль работодателей. Работодатели столкнулись с очень большими сложностями, которые связаны с психическим здоровьем сотрудников. Это закрытие офисов или проведение или не проведение тестов на заболевания. Все это – вопросы глобального уровня. Но если мы говорим о национальном уровне в здравоохранении, то мы понимаем, что самые лучшие национальные системы здравоохранения платят большую цену за хорошие показатели. Мы очень много делаем для предотвращения проблем. И высокий уровень смертности, с которым мы столкнулись, действительно, высокий уровень заболеваемости приводит к повышению уровня смертности. И это действительно правильно для тех, кто имеет другие такие заболевания, как диабет. Еще один вопрос – это виртуальные медицинские услуги. Что мы можем сделать для того, чтобы люди получали поддержку за пределами больниц? Следующий вопрос – использование технологий. Мы можем сделать здесь многое для того, чтобы рабочие сотрудники компаний оставались в лучшем здоровье. Мы можем обеспечивать более высокий уровень доступности к услугам здравоохранения для тех, кто пока не затрогнут пандемию. Чтобы диагностика проводилась в необходимом объеме, чтобы соответствующее лечение предоставлялось всем пациентам. И также устойчивая система. Это все дает устойчивости системе здравоохранения. Я понимаю, что вот этот фреймворк, мы его в какой-то момент увидим. Вот эти рамки примерно 25 января на виртуальном мероприятии Davos будут эти результаты представлены. Я думаю, что будет среди участников больше компаний, больше разных стран. И думаю, что все это выльется в глобальное такое движение. И в принципе, это моя такая амбиция, моя цель по этому проекту. Пожалуйста, передаю слово вам. Спасибо, Арно. Действительно, мы все в ожидании Davosского форума, чтобы можно было публично представить основные результаты нашего международного исследования и уже прорисовать границы нашего следующего совместного этапа. Ну и завершая нашу сессию, я думаю, что со мной согласятся все наши участники и спикеры, и слушатели, что тема устойчивости здравоохранения впервые формулируется как междисциплинарное понятие. И оно включает уже не только описание ресурсов системы здравоохранения, людей, финансов, оборудования медицинского, но оно включает уже и отношение к этому исследователю, ученых. Образовательный компонент подключается, преподаватели. Самое главное, что мы в данной ситуации делаем население полноправным партнером оценки устойчивости национальных систем здравоохранения. Именно население является не потребителем медицинских услуг, оно становится с нами на равных, с нами, с экспертами, для того, чтобы не только оценивать систему здравоохранения, но и менять ее в интересах собственного здоровья. И, конечно же, формируется ответственность человека за свое индивидуальное здоровье. Это очень важно, и пандемия нам это с вами продемонстрировала. С точки зрения технологий, действительно, сейчас самое время, когда надо задуматься о том, что кризисы устойчивой системы здравоохранения, они могут быть пройдены достаточно оперативно и безболезненно, если мы найдем с вами путь, как идею ученого довести, эффективную идею ученого довести до продукта и внедрения в клиническую практику. И здесь еще, наверное, один такой тренд, который имеет смысл рассматривать, когда мы говорим об устойчивости систем здравоохранения. Ну и, конечно, завершая нашу секцию, я хотела поблагодарить всех участников и пригласить заинтересованные научные коллективы, компании в сфере здравоохранения и фармации подключиться к нашему исследованию и представить свои предложения по системе мер, которые будут влиять на устойчивость национальных систем здравоохранения, глобального здравоохранения и поможет нам минимизировать риски, связанные с распространением COVID-19 или какой-то новой инфекции, которая вполне возможно также оперативно появится у нас на пути. Всего вам доброго, спасибо, хорошего вам вечера и участия в Гайдаровском форуме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok